Тема сегодняшнего занятия это межпроцессное взаимодействие, а именно удаленный вызов процедур. Вы уже изучили много всего хорошего и интересного, то как все устроено на уровне и в частности была такая замечательная штука под названием сокеты. Итак, сокеты, напомню, что это такое, это некоторые файловые дескрипторы, которые вы можете одновременно и читать и писать, то есть они двусторонние. И в отличие от всяких других примитивов, таких как канал или еще что-нибудь, особенность сокеты в том, что это механизм межпроцессного взаимодействия, где явным образом выделяется некоторый сервер, то есть процесс, который анонсирует себя по какому-то имени и отдельно выделяется клиенту. Соответственно, возможно взаимодействие либо через некоторые локальные файлы, которые имеют специальный тип, либо по сети, то есть именем является пара значений имя хоста либо IP-адрес плюс номер порта. И такой механизм очень удобно использовать в качестве механизма межпроцессного взаимодействия, хотя здесь не решаются некоторые проблемы. Например, как можно найти какой-то другой процесс, то есть нужно иметь очень строгую договоренность о том, как называются какие-то локальные файлы в Unix системе, либо иметь строго определенное назначение каких-то портов на определенном хосте. И для межпроцессного взаимодействия удобно иметь некоторую общую шину, куда сваливаются все имена подключенных сервисов и точно так же к этим сервисам подключаться. Одним из таких механизмов является сервис под названием Debus, который является стандартом для open-source Unix систем. Ну, на самом деле не только open-source. В Mac, например, тоже есть система Debus, который ставится через бью. Что это такое? Это механизм межпроцессного взаимодействия, который ориентирован на обмен сообщений и может быть использован для того, чтобы организовать межпроцессное взаимодействие и удаленный вызов процедур. Что подозревается высокоуровневое взаимодействие? Это означает, что вы регистрируете какие-то сервисы, у этих сервисов есть какие-то осмысленные имена и эти сервисы реализуют какие-то определенные интерфейсы. Что означает определенный интерфейс? Это значит, что строго гарантируется какая-то сигнатура методов и возвращаемое значение. Причем сервисы работают асинхронным образом. С сервисами могут быть какие-то произвольные приложения, которые делают еще что-нибудь помимо своей основной деятельности, то что они являются дебаз сервисами и просто они периодически получают какие-то события и можно программным образом управлять. Существуют две основных шины для дебаз. Посмотрим, как это делается под линукс. Как посмотреть список всех процессов? Кто помнит название команды? Посмотреть список. PS3. Это один из вариантов. Вариант PS и есть еще, вот если у вас какие-то есть системные сервисы. Другая удобная команда. Это systemd. Что-нибудь видно, кстати, на экране? Шрифт не мелкий? Системd. Тут через defuse cg-ls. Что-то очень похожее на PS3, но дополнительно еще отображается, какие процессы относятся к каким системным сервисам, которые в свою очередь объединяются в некоторые группы, скопы, а все это делится на слайсы. Так, что такое контрольные группы? Помните? Cgroups, конец прошлого семестра, управление ресурсами. Если не помните, посмотрите лекции прошлого семестра. В общем, здесь дополнительная группировка по группам и можно найти запущенные системы с графическим интерфейсом. Я не зря сегодня запустил, хотя обычно это не делаю полноценное десктопное окружение. Можно найти минимум сейчас два экземпляра сервиса, под названием Debus. Один где-то находится в User Service, то есть запущен из-под обычного пользователя, называется Debus Daemon. Это так называемая сессионная шина. И еще один экземпляр, который запущен через systemd с правами рута. Где-то тут можно найти еще один Debus Service, который является системной шиной. Для чего это все нужно и как это можно использовать на практике? У нас есть, в чем заключается общая идея межпроцессного взаимодействия через Debus. У вас есть одна, либо несколько шин, у вас есть определенное количество сервисов, которые могут реализовать определенные интерфейсы и какое-то количество клиентов. Когда вы запускаете процесс, который является сервисом, он подключается к одной из шин, регистрирует свое название, свои интерфейсы, то есть свою номенклатуру методов поддерживаемых и в качестве побочного эффекта, может выполнять какие-то определенные действия, свое основное значение и при этом дополнительно прослушивает все входящие события, которые возникают на этой шине, адресованные определенному сервису. При этом сами сервисы не являются серверами, они не прослушивают никакие порты, никакие сокеты, они сами являются клиентами с точки зрения Unix системы. Как это реализуется на высоком уровне? Вообще название Debus это сокращение Desktop Bus, то есть основное назначение это все-таки десктопные системы. И если вы запускаете какое-то графическое приложение, то оно подключается как минимум еще к одному сокету, это сокет X-сервера, откуда в приложении читают события ввод с клавиатуры, события оконной системы, то есть там resize окон и так далее. И сами по себе отправляют в эти сокеты, запросы на отрисовку чего-либо. И организуется некоторая единая очередь обработки событий, которая в том числе прослушивает сокет, связанный с Debus и может выполнять какие-то определенные действия. На низком уровне это может быть реализовано с помощью библиотеки X, но на практике не тот не делает. Обычно используют более высоковровневые библиотеки, либо QT, либо GTK совместно с библиотекой GLEEP. Итак, пример межпроцессного взаимодействия, который взят из библиотеки QT. Некоторый пример, который написан не мной, а найден в совместной библиотеке, это вот такая машинка. Машинка – это отдельное приложение, отдельный процесс. Что она умеет делать? Она умеет ускоряться, затормаживать и, соответственно, ехать в обратную сторону, поворачивать налево, поворачивать направо. Это один процесс. Отдельно можно запустить еще один процесс, который реализует просто контрольную панель, такую с кнопочками. Это отдельное приложение и вот обратите внимание, что я запустил 2 этих программы, не указывая никаких параметров подключения. И запускаем, машинка вон поехала. Никакого практического смысла в этой программе нет, это просто стандартный экзампл из поставки библиотеки QT. Более интересно посмотреть на реализацию всего этого безобразия. Реализация, на самом деле, тут не обязательно знать все подробности, как это устроено на низком уровне. Самое интересное здесь в том, что… Реализация заключается в вызове всего лишь трех вещей. Это, ну, после того, как создана машинка, нужно открыть сессионную шину, ну, либо системную шину, зарегистрировать некоторый объект, и зарегистрировать сервис. Все. Вот эта вся реализация, все остальное делается уже в графической библиотеке. Что здесь у нас регистрируется? У нас регистрируется некоторый сервис, в котором может быть несколько объектов, то есть несколько экземпляров объектов. Ну, в данном случае они могут… Он называется объект «slashcar», хотя любое приложение может создавать много разных экземпляров с разными именами. Как теперь можно управлять этой машинкой, не пользуясь кнопочками? Машинка у меня есть, она вот осталась в каком-то состоянии. Машинка – это просто модель какой-то реальной программы, с которой вы можете взаимодействовать. Так. Ставим машинку поверх всех окон. Теперь для того, чтобы этой машинкой теперь еще как-то повзаимодействовать можно сделать… У каждой машинки может быть свое имя. Если вы запускаете с одним фиксированным именем, но просто у вас не получится этот объект зарегистрировать. Так. Теперь я запущу вот такую штуку. Даже не поэтому можно, а и Python 3. И сделаем управление этой машинкой каким-то программным образом, как будто мы управляем реальным приложением. Так. Для этого можно использовать модуль дебас. Импортируем сессионную шину, подключаемся к шине. Что такое шина? Это как раз ровно один экземпляр, который запущен вместе с сеансом рабочего стола. Затем, зная название сервиса и конкретного экземпляра, мы можем найти какой-то объект по его имени. Так. Вот название сервиса и конкретный экземпляр. В данном случае он всего один, хотя может быть несколько. Это некоторая машинка, который… какой-то объект, который в свою очередь реализует некоторые методы. Можно получить полный список любого дебас интерфейса в виде XML строки. Ух, как же ужасно все-таки пользоваться нестандартными экранами. Так. Это обычная XML-ка. И у машинки есть некоторые экспортированные методы. Могут быть разные интерфейсы. И вот, в частности, Accelerate, Dexelerate, Turn left, Turn right. Ну, давайте теперь вызовем… Угу. Для этого у каждой машинки должно быть свое уникальное имя. То есть, есть некоторый сервис, который называется OrgExampleCarExample. И этот сервис может регистрировать несколько разных имен. Точно так же, как разные объекты у вас в URL кодируются в браузере. Разные имена соответствуют разным экземплярам. Они могут иметь какие-то числовые параметры и так далее. В частности, это используется, например, порядковыми номерами сетевых интерфейсов Network Manager. Вот. Ну и ладно. Возвращаясь к машинке. Вот теперь еще один экземпляр. Вот мы заставили машинку двигаться. Можем заставить ее остановиться либо двигаться в обратную сторону. При этом никто не мешает мне еще раз запустить контроллер, который будет тоже отправлять какие-то команды. То есть, в данном случае у нас есть один процесс. К нему могут подключаться другие процессы и как-то им управлять. Какой в этом вообще практический смысл? То есть, машинка – это всего лишь модель. В реальной жизни, естественно, вы будете пользоваться чем-то другим, взаимодействовать не с какими-то машинками. И здесь выделяются разные уровни. Во-первых, это то, чем может управлять обычный пользователь, не обладая правами администраторы. Любое взаимодействие с рабочим столом. Какое может вам потребоваться взаимодействие? Например, вывести какой-нибудь notification в иконке. Может быть, взаимодействие с оконной системой, если у вас окружение рабочего стола это позволяет. То есть, заставить какое-то окошко показаться на самом верху, либо наоборот скрыться. Какие-то общие парольные менеджеры или, возможно, доступ к контактным данным. То есть, в Linux это, конечно, не очень распространено. Есть две независимые системы. Одна называется Evolution Server, другая – Канаде. Одна из них – это в составе GNOME, другая – в составе KDE, которые позволяют обращаться к вашим почтовым ящикам, контактам, календарям. Почему в Linux дефтопных это не очень распространено? Потому что изначально эти технологии были в первую очередь не ориентированы на мобильные устройства, еще в до Android эпоху. Ну и кроме того, с чем может взаимодействовать пользователь сессионной шиной, есть еще и системная шина. И можно дергать разные события и обращаться к сервисам, например, для того, чтобы узнать состояние батареи, насколько она у вас заряжена, для чего это может понадобиться на практике. Ну, например, приложение от JetBrains. У них есть PowerSafe Mode, когда отключается всякая индексация. Как может приложение понять, что нужно принудительно переключиться в PowerSafe Mode. Кстати, у Яндекс браузера тоже есть. Ну, можно просто обратиться через дебаз к системной службе мониторинга батареи и запросить, сколько у нас осталось времени на работу, либо оценить самостоятельно и принять какое-то решение. Ну и кроме того, управление сетью. То есть, что делает вот эта вот кнопочка сетью? Ну, у меня Wi-Fi настоящих нет, поскольку это виртуальная машина. На самом деле, вот этот апплет – это просто маленькое графическое приложение, которое взаимодействует через интерфейс дебаз с системным менеджером управления сетью. То же самое управление звуком, подключение новых устройств. И некоторые такие действия могут потребовать уже права администратора. Так, ну, практический пример, когда это может быть полезно. Шина у меня уже подключена. Есть разные сторонние приложения, которые позволяют… Так, все, машинка мне неинтересна, я ее закрываю. Потому что мы сейчас с другими развлекаться будем. Так, есть разные инструменты, которые позволяют исследовать, что у вас вообще есть в шине дебаз. Это либо кью дебаз мьювер. Для среды КДЕ, ну, либо в Гноме есть еще инструмент по названию D-Feed. Вот так пишется D-Feed. Делает примерно то же самое. Так, ну, в плане поразвлекаться, самый наглядный пример – это Notification Арея, которая доступна по сервису Org Free Desktop Notifications. Так, сервис называется Org Free Desktop Notifications. Вот у меня уже открыт Python. Шина у меня уже есть, пересоздавать ее нет никакого смысла. Давайте подключимся Desktop. Notifications. И там есть объект, который существует ровно в одном экземпляре. И, как правило, в опенсорсных средах для объектов, которые существуют ровно в одном экземпляре, название экземпляра, оно примерно совпадает с названием самого сервиса, только записывается все через слэш. Придесктоп Notifications. Так, так это не кар, в данном случае уже, а что-то… Какой-то сервис. Так, есть какой-то сервис. Давайте посмотрим, какие есть у сервиса возможности. И кто этот сервис вообще реализует. У нас есть некоторые стандартные интерфейсы. В частности, интерфейс, который предназначен для реализации всплывающих уведомлений. И реализовать этот интерфейс могут разные сервисы, в зависимости от того, какой тип у вас рабочего стола. Ну, кто из вас вообще пользуется Linux на десктопе? Не так много людей, да? Ну, у вас есть там либо KDE, либо Gnome, либо XFCE. Все это разные окружения рабочего стола, но что у них общего? Некоторые общие части, они реализуют одинаковый интерфейс. И неважно, что у вас запущено, KDE, либо Gnome, либо XFCE. Запускается какой-то апплет уведомлений, входящий в состав каждого из рабочих столов, которые реализуют один и тот же интерфейс. И у интерфейса есть строгая типизация, есть какое-то количество аргументов, и у аргументов есть определенные типы. Например, строка, либо безнаковое целое число. Тут в основном строки, вот у нонификации. Аргументы не обязательно могут быть скалярными, это могут быть в том числе и массивы, в данном случае массив строк, либо словари. Словарь, по сути, это список картежей ключ плюс значение. Так, ну давайте выведем какое-нибудь уведомление, что нам для этого нужно. Так, первый называется метод Notify. То же самое мы можем увидеть и в интерфейсе. Так, Notify, первый параметр это, так называется с большой буквы Notify. Первый параметр имя приложения, неважно что, дальше. Если у нас был какое-то уже существующее открытое уведомление, то не может быть ID, либо нам оно не интересно. Дальше. Иконка, которая будет отображена. Каноническое название иконок, где их можно подглядеть в данном случае, залезть в какую-нибудь иконку. Так, что вам больше нравится? Желательно то, что с коротким именем. Вот CSD Color, красивая иконка. Так, CSD Color. Что еще? Summary, короткий текст, длинный текст потом. Что там еще по интерфейсу нужно. Так, массив строк, какие-то действия, то есть дополнительные кнопочки, например, как в Telegram, подсказки к кнопочкам. Можно все передать в пустом виде. Так, и тайм-аут в миллисекундах. Через сколько нужно уведомление скрыть. Запускаем. Вот у нас, обратите внимание, в правом верхнем углу появилось уведомление с иконкой Hello World, каким-то текстом. Все, через пять секунд оно исчезло. Это вот пример, где можно использовать десктопную системную шину. Так, теперь про системные шины. Что можно вытворять? Яркость экрана, кстати, да, можно, если у вас система поддерживает настройку яркости экрана. Они плохо портируемы, поэтому в основном это сделано под... То есть, на самом деле, в чем смысл этой штуки? Если, например, у вас есть система не Linux, а FreeBSD или OpenBSD, то есть не на базе ядра Linux. У вас может быть реализовано какое-то другое взаимодействие с железом. Но при этом вы хотите использовать возможности всех тех же рабочих столов, что и Linux. Те же KDE, те же GNOME. То есть вам нужно написать под FreeBSD сервис, который будет реализовать тот же самый интерфейс. Этот сервис, соответственно, запускается и точно так же прослушивает события. И с точки зрения рабочего стола нет никакого различия, на какой системе вы работаете. Иксорг и Вейланд, да, но они отвечают только за взаимодействие с клавиатурой, мышью и экраном. Все. Все остальное это уже за пределами возможностей иксов и Вейланда. Так, ну вот, например, системный сервис OrgFreeDesktopAccounts. Для того, чтобы к нему подключиться, мне уже нужна другая шина. Так, я ее, наверное, даже не импортировал. Пайдебас. Импорт. Который называется SystemBus. Импорт. Так. Пересоздам эту шину. И найду объект, который отвечает, например, за управление аккаунтами пользователей. Так. OrgFreeDesktopAccounts. И можно застучаться до определенного аккаунта определенного пользователя, либо сделать какие-то общесистемные действия. Например, можно попытаться сделать нового пользователя. Обратите внимание, что я все это запускаю из-под обычного пользователя, не из-под рута. OrgFreeDesktopAccounts. Так. Вот у нас какой-то есть сервис. Потому что я просто подключаюсь к какой-то шине, просто нахожу какой-то объект. А пока нам никто не мешает этому. И что я теперь, например, хочу сделать? Например, я хочу сделать нового пользователя. Так. Что нам нужно для создания нового пользователя? Для создания нового пользователя мне нужно указать его имя, полное имя и тип аккаунта. Просто булевый флаг, один либо ноль, админ либо не админ. Так. Ну ладно. Пусть будет пользователь Вован, которого зовут Вова. Вова Пу, например. Китаец. Так. Может быть. Так. Обратите внимание, что пользователь у меня только один сейчас в системе. Все честно. Ну и пусть он не будет с админом. Понятно, что создание нового пользователя это какая-то операция, которая требует администраторских прав. Я это запускаю из-под обычного пользователя. Бабах. Ну теперь у нас откуда-то выскакивает окошко, которое требует ввести пароль администратора. Кто создает это окошко? Тот сервис, который запущен с правами рута и отвечает за управление аккаунтом. То есть это на самом деле не тот самый процесс, которым запущен питон из-под обычного пользователя. Ну теперь я могу ввести пароль. Если он честный, то видимо будет создан какой-то аккаунт. Действительно появился новый каталог пользователя. У него есть некоторый новый User ID. То есть прямо честная операция создания нового пользователя. То же самое можно сделать и с удалением пользователя. Так, ну это все, что относится к сервису под названием Debus, который ориентирован в первую очередь на десктопное применение. На самом деле все, что здесь я вам показал, это может быть использовано не только на десктопах, но и на серверах, которые без графического интерфейса. Все, что здесь нужно сделать, это просто реализовать подключение к шине и прослушивать периодически какие-то события, на них реагировать. При этом все сервисы Debus, поскольку они исходно ориентированы на локальное применение, работают поверх локальных Unix сокетов. Что такое локальные Unix сокеты, помните? Это файлы специального типа, которые адрес формули Unix. Кстати, что еще отличает их от обычных файлов? Максимальная длина пути. То есть для обычных файлов это 4096 байт, для имен сокетов это всего лишь 108 байт. Ну и главный недостаток локальных Unix сокетов то, что они доступны вам только локально. При этом на самом деле вы можете файловые системы монтировать дистанционно, используя SSH, FS, Network File System и так далее. Но локальные Unix сокеты, даже будучи подмонтированными удаленно, как удаленная файловая система, все равно они не доступны для взаимодействия. Поэтому здесь, если вы хотите использовать удаленный вызов процедур с каким-то параметром и получать результаты от соседнего компьютера, либо какого-то произвольного компьютера, локальные сокеты вам не подойдут. Нужно использовать адрес Family Internet, либо адрес Family Internet 6. Так, ну и на самом деле идея не новая. Существовала еще в 90-е годы. Существует до сих пор общая идея. У нас есть какой-то интерфейс, есть класс, который реализует этот интерфейс, класс клиент и класс, который реализует тот же самый интерфейс, класс сервер. Как это выглядит в реальной жизни? Сейчас будет много всякого кода. На самом деле вникать во все подробности кода, запоминать что-то не особо обязательно, потому что я это все выложу на GitHub, весь код конечно на экране показать невозможно. Итак, есть некоторый интерфейс. Так, не пугайтесь, что я вам показываю какой-то мало знакомый вам язык программирования Java. Он похож на C++. На самом деле сегодня я буду показывать на разных языках программирования код, который вполне себе читабельный. Итак, что означает слово public interface? Это означает, переводя на язык C++, просто абстрактный, полностью абстрактный класс, который подразумевает, что должен быть реализован некоторый метод под названием getMessage, который возвращает строку. Этот класс реализован, этот интерфейс реализован каким-то конкретным классом, который можно запустить в отдельном процессе. И есть еще один процесс, который хочет использовать данный интерфейс, но при этом подключиться к какому-то сервису. Сервис очередь работает на обычном IP-порту, по умолчанию порт 1099. Можно задать какое-то имя сервиса и потом в клиенте это имя сервиса найти, для того чтобы потом вызвать какой-то произвольный метод, получить его результат. Вот запустили отдельно сервер, отдельно запускаем клиент, который запускается, получает строчку hello. Что у нас при этом происходит в сети? Для этого у нас есть Wireshark. Знакомим вам уже. Так, давайте посмотрим, что у нас тут будет происходить. Подключаемся к Localhost. Стандартный порт в данном случае это 1099. Так, запускаем клиента еще раз. Смотрим, что у нас тут поймалось. Поймалось много всего интересного. Так, ну в частности где-то у нас тут есть среди этого самого TCP безобразия. Запрос на Java RMI. Вот у нас Return Data и здесь что-то связанное с сериализацией Java определенной версии в незашифрованном виде. Обратите внимание. То есть можно перехватить трафик и узнать, кто у кого что вызывает. И это является одним из главным недостатков Java Remote Method Invocation, поэтому в реальной жизни сейчас им никто не пользуется. Но сама идея достаточно красивая. Когда вы один и тот же интерфейс реализуете и на сервере, и подразумеваете, используя на клиенте, и объект у вас создается просто подключившись к какой-то шине. Главный недостаток все-таки помимо того, что отсутствует шифрование, то что шифрование это ладно. Вы можете сделать отдельную подсеть только для доверенных серверов, разбить какой-то огромный сервис на микросервисы в локальной защищенной сети. Это еще полбеды. Другое важное ограничение это Java. Чем плоха Java? На самом деле хороший язык программирования. Но кроме Java существует много других языков программирования. Да, имею в виду семейство языков Java. То есть это Kotlin, Java, Scala. Но все. Это то, чем ограничено использование этого способа. Поэтому не очень хорошо и распространение не получил. Чуть более универсальным, но уже историческим способом является использование формата XML и обычного HTTP сервера. В чем заключается этот подход? Вы понимаете обычный веб-сервер. В чем преимущество веб-сервер? Вы можете его запустить на любом произвольном порту. Он легко проксируется, чем угодно. Есть средства для безопасности в виде отдельного слоя Secure Second Layers. И отправлять туда просто запросы в формате XML. Что такое язык XML, я думаю, пояснять не нужно. HTML вы все знаете. Вот XML это более строгая форма того, что вы привыкли называть HTML. Отправляете какие-то структурированные запросы, которые содержат аргументы вызываемых методов, и получаете ответ. Опять же, этот способ был популярен в конце 90-х, начале нулевых. Их сейчас не используется по одной простой причине. Формат XML, он очень многословный. И получается очень дикий безумный overhead. Сейчас в основном используется немножко другой подход под названием REST. Тоже поверх протокола HTTP, но используя различные команды этого протокола. Команды GET и POST вы уже смотрели на семинарах, даже задачки делали. Как, кстати, успешно? Даже успешно. Да, там все сейчас работает. Кроме команд GET и POST, на самом деле команды могут быть совершенно произвольной текстовой. Это могут быть любые литералы. Есть часть команд, которые определены разными стандартами. Например, команды PUT, DELETE, HEAD. Но в общем случае, поскольку протокол является текстовым, вы можете заводить произвольные команды вплоть до названия методов. Хотя на самом деле название методов в REST обычно кодируется как часть пути, в том числе не только методы, но и какие-то конкретные объекты. И в заголовках можно в общем случае указывать в запросе заголовок ACCEPT, что вы готовы данные какого формата получать. А сервис в свою очередь может по своему усмотрению либо реализовывать достаточно широкий спектр форматов. Это может быть либо JSON, либо XML, либо plaintext, либо бинарные данные. Как правило, используется только JSON, хотя некоторые веб-краймворки, например, есть такой N2O, который на Ирланге сделан, позволяет легко делать поддержку произвольных типов данных. И где это используется на практике? Возьмите хотя бы Яндекс.Погоду. Слово Яндекс.Погода вам, наверное, известно. Кроме Яндекс.Погоды есть еще другие сервисы и с погодой связанные, и с финансами, которые предоставляют открытые программные интерфейсы. Открытые в том плане, что пользоваться им может практически кто угодно, но для этого нужно получить некоторый ключ. Поэтому сейчас я вам показывать не буду, как на практике делается. Просто пример из документации. Отправляйте некоторый запрос. Параметры запроса могут быть сформированы либо как аргументы GET запроса, либо являются частью заголовков. И получаете ответ в формате JSON, который дальше можете использовать. Вот такой простой удаленный вызов какого-то API на стороннем сервере. Преимущество такого подхода в том, что сам по себе протокол HTTP, он очень простой. Он понимается любыми браузерами, поэтому можно сделать это не только в приложении, но и стороны JavaScript. Из недостатков здесь, во-первых, JSON по сравнению с XML все-таки более компактный формат. Но в то же время JSON это человекочитабельный формат. Он хорош для человека. Вы смотрите на вывод, вам все понятно как-то распарсить. Но на парсинг все-таки требуется время, требуются ресурсы. Если у вас сервис не очень сильно нагружен, то ничего страшного в этом нет. Если у вас сервис имеет большое количество одновременных подключений, большое количество пользователей, то парсинг JSON уже может занимать значительное время. Не только парсинг, но еще и генерация. И вообще говоря, многие программисты, бэкенд-разработчики, знаете, чем занимаются в реальной жизни? Они не решают прикладные задачи. Очень значительную часть времени они занимаются тем, что перекладывают JSON. Ну да, аналитики частят данные от мусора. Программисты, бэкенд-разработчики перекладывают JSON. Программисты в том, что он не совсем однозначный. То есть как можно договориться о том, что данные у вас имеют какой-то определенный формат? Только прописать это в документации. Этой документации нужно строго следовать. И это на сцене не только к формату данных, но и также к тому, какие из команд запросов за что отвечают. Нет строгого определения, что является пост запросом, что является путь запроса. Как договоритесь, так и будет. То есть никакой четкой договоренности, никаких четких интерфейсов. Это, по сути, да, это неоднозначная грамматика. То есть это является главным недостатком REST интерфейса, то, что вам приходится курить документацию на каждый сервис. Ну и более современным решением, хотя тоже не самым идеальным, является использование штуки, которая называется Google Remote Procedure Calls. Это специальный механизм для того, чтобы обеспечить межпроцессное взаимодействие, в том числе между разными узлами сети, в том числе с использованием самых разных языков программирования. И при этом, во-первых, гарантировать строгое соблюдение интерфейсов, которые четко описаны, соблюдение которых контролируется компилятором. Ну и основан этот протокол на базе протокола HTTP второй версии. Про HTTP второй версии я чуть позже скажу. Что он из себя представляет? Он представляет из себя описание каких-то структур в некотором определенном формате, универсальном по отношению ко всем остальным языкам программирования и описанию каких-то методов определенных сервисов. То есть что могут из себя представлять методы? Методы это могут быть какие-то обычные функции, которые вы передаете аргументы и получаете результат. Это могут быть методы, которым вы передаете какие-то аргументы и получаете непрерывный поток данных, который может обрабатываться последовательно. В том числе по мере генерации совершенно не обязательно они прям сразу завершаться. Они могут работать по несколько минут и клиенты могут получать данные частями. Ну и плюс то же самое возможно еще и в обе стороны, когда клиенты постепенно отправляют какие-то данные, ну и получают данные тоже по мере готовности. Так, что представляет собой протокол gRPC? Ну ключевой момент здесь это файл описания, который называется протокол буфер, в котором описываются различные структуры по названию сообщений. Сообщение это как раз тот кусок данных, который является атомарным с точки зрения какого-то вызова. То есть у вас любой аргумент должен быть объявлен как какое-то сообщение. Вы можете дальше возвращать либо сообщение, либо поток этих сообщений. В сообщениях могут быть самые обычные скалярные типы, которые есть во всех языках программирования. Это разные импты, знаковые, беззнаковые, с разразрядностью, quoting point, фиксированная точка строки, булевые объекты и так далее. Как можно организовать структуры? Ну точно так же, как и в обычных C-подобных языках программирования, у вас одни сообщения могут включать в качестве типов данных, а другие сообщения, то есть допускается вложенность. Так, ну и такую штуку на самом деле можно преобразовать по стандартным алгоритмам, стандартное правильное преобразование в формат JSON, если вдруг это вам понадобится. Так, ну а теперь достаточно большой кусок просто демонстрашек всяких разных кодов. На самом деле не эксперименты, это было бы очень долго, нам бы пары не хватило, поэтому все заранее написано. Так, разберем на примере какой-нибудь практической задачи. Например, вы хотите сделать свою соцсеть. Facebook, она же морда книга, это запрещенное теперь. Например, организация экстремистская, надо сдерживать свое православное. Что такое социальная сеть? На самом деле это совокупность каких-то отдельных сервисов. Их еще называют микросервисы. Разные части могут располагаться на разных серверах, могут быть реализованы на разных языках программирования. Итак, давайте рассмотрим создание с нуля социальной сети, которая что умеет делать? Во-первых, она умеет выдавать по пользователю какой-то профиль, фамилия, имя, возраст, рост, пол, телефоны и так далее. Итак, что означает описание? Во-первых, начнем с самого начала этого файла. Синтакс равняется Proto3, некоторая магическая строчка по аналогии как в CMake листе, CMake minimum required. Proto3 означает третью версию протокола ProtoBuffer, которая уже много лет как-то не менялась и фактически это уже стабильный интерфейс для описания. Каждая структура называется Message. Как и в обычных структурах, у нас есть поля определенного типа данных. Название очень похоже на то, что вы встречали в языке C, либо в языке C++, либо еще где-нибудь String Win64, понятно, что такое? Если написать подчеркивание T, получаете название стандартного типа в языках C и C++. Есть Ename. Так, и важным отличием от структур и классов в обычных языках программирования является то, что обязательным после имени поля является еще какое-то число. Для чего это нужно? Представьте себе, что вы реализовали какой-то сервер, реализовали каких-то клиентов и потом вам нужно внести какие-то изменения в структуру взаимодействия. Например, вы хотите добавить новые поля, убрать какие-то уже ненужные вам. Для того, чтобы не поломать совместимость с уже существующими клиентами, вы можете договориться, что когда вы добавляете новую функциональность определенной версии, вы используете номера с определенного диапазона. Они не обязательно должны идти последовательно. Просто они фиксируют, что данное поле имеет такое-то имя, такой-то тип. Так, некоторые поля могут быть опциональными, то есть их указание не обязательно, то есть не обязательно оно должно иметь дефолтное значение. Так, на что еще обратить внимание? Поля могут повторяться, то есть быть реализованными либо как списки для тех языков, где у вас есть тип-лист, либо если это из XC++, они могут транслироваться в обычный вектор, поскольку когда вы получаете сообщение, количество элементов в нем уже известно и фиксировано. Так, ну и кроме типов структур, они же месседж, вы можете объявить какой-то сервис. И в этом сервисе может быть, да, сервисов может быть тоже несколько, не обязательно одну. По сути сервис это некоторый интерфейс, который потом превращается в класс. И в каждом классе могут быть свои методы, которые принимают аргументы и возвращают какие-то значения. А что с этим файлом потом можем сделать? Затем этот файл нужно превратить во что-то осмысленное и желательно сделать это автоматическим образом. Так, семейк листс, add custom command, либо add custom target, помните такое с технологией программирования? Кода генерацию. Так вот, что дальше можно сделать с этим портофайлом? Протофайл это некоторый прототип для вашего кода. Из него дальше можно сгенерировать обычный исходный код. На каких-то языках программирования, причем этих языков программирования может быть... Сколько у меня тут строчек? Много. Так, команда входит в поставку многих Linux дистрибутивов, называется proto-c. Которая обрабатывает вот эти самые протофайлы и генерирует по ним исходные тексты. Проблема в том, что proto-c является компилятором только фронт-эндом вот этого самого языка протоописания. И не в каждом дистрибутиве, тем более не в каждом Mac'е в Homebrew, есть кодогенераторы. Кодогенераторы, как правило, ставятся отдельно. Они могут входить в поставку дистрибутива, либо могут не входить. Под каждый язык программирования может быть свой кодогенератор, который называется плагин. Вот их надо отдельно прописывать, если вы используете что-то нестандартное. Так, здесь у меня реализована поддержка четырех языков программирования. Это C++, Python, Dart и Golang. Ну и последним аргументом является сам proto-файл. Ладно, собираем, что мы получаем. Так, ладно, у нас генерируется куча всяких файлов. В частности, вот такие страшные файлы. Огромные, которые являются временными, их лучше не редактировать, они все равно будут перегенерированы. Так, я надеюсь, вам в многих программированиях рассказывали, что в систему контроля версии такие файлы нужно прописывать в gitignore, чтобы они ни в коем случае не попадали, поскольку они являются выводимыми из какого-то другого файла. Ладно, возвращаемся все-таки к нашим баранам. Зачем все это нужно? У нас есть некоторый класс, сервис, интерфейс под названием Profile Manager, который нужно реализовать. Как он реализуется? Реализуется следующим образом, что у нас есть некоторый сгенерированный интерфейс, абстрактный класс, который можно унаследовать и написать уже точную реализацию метода, например, по названию getUserProfil. То есть, как реализуется что-то на gRPC. Вы сделали какой-то портофайл, сгенерировали дальше абстрактные классы, их наследуете и выполняете их реализацию. Все, тем самым вы реализуете функциональность ваших серверов. То есть, переопределяем нужного вам метода. Метод достаточно простой. Это не реальный код, это просто демонстрация. Поэтому захарткоженные два имени, по которым нужно выдать какую-то информацию. Типы данных самые простые, соответствующие определенному языку программирования. То есть, если у нас язык C++ и поле указано как строковое, то используется обычный класс std-string. В питоне, соответственно, обычная питонская строка. То есть, код генерируется так, чтобы быть максимально родным для текущего языка программирования. Так, ладно. Вот реализовали какой-то сервис. Что мы с ним можем сделать? Мы можем объявить некоторый сервер, который привязан либо ко всем интерфейсам, либо только к localhost, к этому серверу. На один порт подключить один либо несколько сервисов, которые реализуют как раз конкретные классы. И запустить очередь на обработку. Все. Вот вся реализация. Ладно. Это то, что касается реализации сервера. Теперь насчет клиента. Клиент, давайте, для разнообразия пусть будет не на плюсах, а на питоне. Так. Для этого мы генерируем какой-то код, складываем его в какой-то каталог для питона. Дальше этот код, который выглядит, опять же, страшным образом, но нам совершенно не обязательно его смотреть. Зачем нам это все знать, да? Это все генерируется автоматически. Мы это просто импортируем и используем. Итак, у нас есть некоторый сервер. Мы знаем имя хоста, мы знаем порт для этого сервера. Хорошо. Подключаемся. Дальше загружаем какой-то интерфейс. И получение профиля означает, что нам нужно сформировать какое-то сообщение, передать его в качестве аргумента, получить результат и радоваться жизни. Так. Здесь в этом файле у меня реализованы только функции, поэтому я открою отдельный терминал. Запущу питон в интерактивном режиме. Опция "-i", это означает, что нужно выполнить какой-то файл и после этого не завершать работу, а использовать обычный консоль. Итак, метод получения профиля подразумевает, что нужно указать имя, которое потом сконвертирует нужное сообщение и вызовет то, что нам нужно. Ну ладно. У меня реализованы два товарища. Один называется Wavan, который... Вот мы получаем строку. First name, last name. Соответственно, здесь просто shell нам экранируют русские буквы. Но можно получить все хорошо, все замечательно. Что при этом происходит, опять же, с точки зрения того, что у нас происходит по сети. Так, порт был... Порт... Порт... Какой там был номер порта? Так... Порт 1.9.0.1. Давайте посмотрим, что там теперь у нас происходит. 9.0.1. Так, я отправляю какой-то запрос. И... Ну, что мы видим в Airshark? В Airshark мы видим какие-то TCP соединения. В общем, какой-то мусор. Это при том, что я явным образом отключил шифрование. Во-первых, чтобы можно было как-то продемонстрировать то, что у нас гоняется по сети. Во-вторых, чтобы не заморачиваться с подключением сертификатов. Так, какие-то бинарные данные. Но, на самом деле, это протокол HTTP2, который при этом является тоже бинарным. Так, в Airshark для этого мы можем сделать некоторую подсказку. Меню Analyze. Дальше Decode S. И можно сказать, что все, что у нас попадает на порт 1.9.0.1, нужно трактовать как протокол. Выбираем из списка того, что поддерживает Wireshark. Что он умеет распознавать HTTP2. Так, окей. Вывод стал чуть более осмысленным. Итак, что такое протокол HTTP2, который у нас тут используется под капотом? А, ну, сначала GRPC. Вот полный степ протоколов. Протокол IPv6 вместо IPv4. Интересно, ну ладно. Поверх него дальше идет TCP как транспортный. Дальше идет следующий уровень HTTP2. В котором закодировано какое-то GRPC сообщение. Доступ к профилю менеджер слэш get user профиль. Получить реквест. Который, в свою очередь, содержит запрос под названием message user. Логин Wavan. И где-то у нас есть в обратную сторону GRPC. Ответ. Откуда вообще Wireshark знает, как нужно парсить вот эти все структуры. Опять же, Wireshark по умолчанию ничего не знает. Для этого нужно залезть в настройки. Дальше выбрать protocols. Найти здесь protobuf. Где-то в списке огромном. И в настройках уже этого protobuf указать каталог, где валяются ваши протофайлы, чтобы Wireshark искал нужные вам описания. Вот я это один раз прописал. Все. Теперь Wireshark может мне подробно все отображать. Ну ладно, это не самое на самом деле интересное. Чуть более интересное, это что именно у нас передается в рамках протокола HTTP-2 на каждый запрос. В протоколе HTTP-2 у нас передаются бинарные данные, которые вполне себе осмысленны. И они содержат, сложно тут конечно, ладно, покажу отдельную картинку лучше. В общем, у нас есть GFPC, который кодируется HTTP-2. Эти данные передаются через обычный TCP. Так. Кроме того, что мы можем делать обычные запросы, связанные с передачей аргументов получением результата, мы можем еще делать запросы, которые отправляют некоторый поток данных. Опять же, я подробно не буду вдаваться в этот код. Потом посмотрите на GitHub. То же самое можно сделать на языке Go, запустить еще один сервис. И используя тот же самый Python, помимо получения профилей, еще и так. Открыть одну вкладку, например, и начать получать сообщение. Часть соцсети это все-таки мессенджер. Ладно, пусть откроем еще одну вкладку и отправим сообщение от юзера и вон пользователь Вован. Вот сообщение доставлю. Так. Ладно. Более интересно, что такое себя представляет протокол HTTP-2, который мы наблюдали в Айршарке. Так. Протокол HTTP-2. Что это такое? Это более современная реализация протокола HTTP. Если первая версия была текстовая, зачем нужна бинарная версия протокола? Ну, наверное, для того, чтобы экономить байтики. Все-таки plaintext, он не очень оптимален с точки зрения передачи данных. При этом протокол HTTP-2 может использовать те же самые порты, что и обычный протокол HTTP, то есть восьмидесятый для незашифрованного и четыреста сорок третий с использованием SSF. Как можно переключиться с первого на второй? Вы делаете запрос какой-то страницы, используя протокол HTTP 1.1, все стандартно, и прописать заголовок ConnectionUpgrade. Ну и плюс заголовок Upgrade до какого протокола. Если сервер поддерживает вторую версию HTTP, то он выполнит статус, вернет вам статус 101 ConnectionUpgrade, и после этого уже возможно взаимодействие протокола HTTP 2. Если сервер не поддерживает, он этот заголовок просто проигнорирует, ничего плохого при этом не произойдет. В чем особенность этого протокола, помимо того, что он является бинарным? Шифрование также, как и для первого протокола, является опциональным, хотя во многих серверах Nginx требуется обязательно сертификатикой указывать. Самое главное, что он позволяет двунапоральное взаимодействие, то есть не просто запрос-ответ, но и взаимодействие в реальном времени, и при этом позволяет на один запрос отправлять сразу несколько файлов, используя при этом всего лишь один сокет. Как это работает? У нас весь поток данных, либо несколько потоков данных, бьются на некоторые части, которые называются фреймы. Фрейм – это небольшой кусок данных размером от 16 кБ до 16 МБ. В общем случае его размер может варьироваться, для этого нужно отправлять специальные фреймы на их перенастройку. Фреймы могут иметь разные типы. Это могут быть либо фреймы с заголовками, либо фреймы с данными, либо специальные фреймы типа ping, для того чтобы проверять, а действительно ли соединение у нас есть. И каждый независимый файл, либо каждый независимый запрос оформляется в виде последовательности фреймов, которые имеют некоторые общие уникальные ID этого потока. В чем главное преимущество с использованием протокола HTTP2, если вы не заморачиваетесь со всяким межпроцессным взаимодействием, просто хотите использовать этот протокол для выдачи веб-страниц. В среднем получается все быстрее, потому что вам не нужно последовательно ждать, когда у вас закончится что-то предыдущее. У вас все фрагменты разбиваются на какие-то маленькие части и отправляются по очереду. При этом возможно приоритизация каких-то отдельных потоков, каких-то отдельных файлов. И важной особенностью протокола HTTP2 является то, что вы можете отправить один запрос, например, получить главную страницу. Что помимо главной страницы HTML у вас может еще загружаться? Картинки, CSS-файлы, JavaScript. Как для этого нужно делать в обычном HTTP 1.1? Вам нужно последовательно отправлять запросы и последовательно загружать какие-то файлы. В случае с HTTP 2, если веб-сервер знает, что с какой-то страницей связано несколько ресурсов, то сервер может сделать упреждающую отправку сразу всех данных. И это получается без дополнительных запросов намного быстрее. Так, и какое отношение это все-таки имеет к gRPC? Если у нас есть что-то, что работает поверх чего-то с названием HTTP, то, наверное, эта штука должна работать из обычных браузеров. То есть обычный ремонт процедур calls можно использовать из обычного JavaScript, либо из чего-то, что транслируется в JavaScript. Логично, да? То есть мы можем теперь те же самые методы получения профиля чата вызвать из обычного браузера. Ну, давайте попробуем, получится у нас это или не получится. Так, отдельный проект. Небольшое приложение, которое загружает профили, выглядит следующим образом. Так, порт. Так, только 1901. Здесь было до профилей. Так, запускаем в Google Chrome. Да, Google Chrome запускается долго. Чуть-чуть там качается. Так, сразу немножко про веб-разработку. Совершенно не обязательно писать все на JavaScript. Я имею в виду клиентскую часть. Когда-то давно можно было писать на Java. Еще можно писать на TypeScript. Еще можно писать на языке Dart. Кто еще какие языки для веб-разработки знает? Но TypeScript я его перечислил. Что еще? Что? Rust. А, Rust, кстати, да, тоже возможно. Но это такое извращение. Ладно. В общем, некоторый код, который позволяет что-то загрузить. Так, все. Браузер у меня запустился. Оно вроде даже работает. Так. Ладно. Отправим. Запрос. Мы знаем, что у нас есть пользователь по названию Wavan. Отправка идет следующим образом. У нас есть какой-то канал, который реализует. Есть интерфейс, который опять же сгенерирован из proto-файлов. Он в точности соответствует тому, что сгенерирован на языке C++. И если вы что-то в proto-файле поменяете, вам придется перекомпилировать и то, и другое. Так. Загрузка профиля. Следующим образом. Создаете сообщение типа user объект класса. Вызываете метод getUserProfil и получаете из него все, что вам нужно. Ничего особенного. Так. Ну и теперь из браузера отправляем на сервер. И получаем бабах какую-то ошибку. Так. О том, что... Внимательно читаем текст ошибки. На самом деле про potential course issue можно проигнорировать. Он отключен. Запрос завершен без статуса. И вообще какая-то ошибка на самом деле связана с тем, что у нас браузер не получил какой-то осмысленный HTTP ответ. С чем это связано? Как вообще браузеры отправляют какие-то запросы, например, к внешним API. Штука, которая называется аббревиторией HXHR. Исходно она называлась XMLHTPRequest, которая позволяла создавать новое подключение из JavaScript. На самом деле никакому языку XML это уже давно отношение не имеет. Но так исторически сложилось именно такое название из 1000R. То есть создается новое подключение по HTTP, которое дергает какие-то данные и дальше эти данные можно распарсить уже средствами языка JavaScript с той страницы, которая запрос инициировал. При этом есть ряд ограничений, связанных именно с браузерами, а не с протоколом. Во-первых, можно использовать только тот же самый протокол, который у вас использовался для загрузки исходной страницы. Если у вас браузер загрузил страницу через протокол HTTP 1, то он отправлять может опять же только HTTP 1.1, но не HTTP 2. А он является обязательным для gRPC. И второе ограничение связано с тем, что браузер подразумевает, что сначала должны быть все заголовки, потом идут данные. В то же время, поскольку протокол HTTP 2 у нас очень гибко бьется на фреймы, вообще говоря, для HTTP 2 это не обязательно, и в gRPC последний фрейм обычно используется для того, чтобы вернуть код возврата, который у вас получился статус возврата из gRPC функции. И это тоже не очень совместимо с тем, что ожидает видеть браузер. Поэтому просто взять и использовать gRPC, даже в том случае, если вы используете, полностью перешли на протокол HTTP 2. Кстати, у кого-нибудь есть свой сервер, на котором болтает свой сайтик. Можно на хостинге. Ну, в общем, попробуйте в качестве эксперимента просто в настройках Nginx переключить с HTTP 1 на HTTP 2, и вы приятно будете удивлены, как все у вас станет быстрее. То есть, на самом деле, протокол HTTP 2 станет все более распространен именно как средство для выдачи контента, но тем не менее, вот эта маленькая особенность, то что gRPC самым последним фреймом выдает код возврата, который сам по себе является заголовком, он уже не совместим с браузером. Как же все-таки можно использовать gRPC, чтобы не создавать прослойки в виде перекладывания JSON, в виде дополнительных каких-то действий? Можно использовать некоторое подмножество gRPC. еще один протокол, который называется gRPC Web. Это два разных протокола. То есть, если вы будете где-то встречать протокол gRPC Web, это вовсе не gRPC, а протокол, который похож на gRPC. Предназначен как раз для использования браузерами, то есть его использование помимо браузеров не очень осмысленно. Когда-то для него существовал плагин для Nginx, который потом уже перестал развиваться, поддерживаться, его выкинули. Но есть другие прокси-серверы, либо Unvoy сервер, либо есть пакет еще для GULANG. В чем заключается проксирование? Проксирование необходимо для того, чтобы транслировать запросы, которые может сформировать браузер в обычный полноценный gRPC, чтобы вам не приходилось переписывать код. Ну и в обратную сторону ответы транслировать во что-то, что браузер сможет понимать. То есть, небольшая правка в коде. И плюс запускаем еще внешний прокси-сервер. Так, сервис у меня работает, осталось запустить что-то, что работает. Так, что такое прокси-сервер? Это штука, которая цепляется в качестве клиента к серверу, при этом создает еще свой сервер, который работает на другом порту и к нему уже, соответственно, клиенты могут подключаться. И, соответственно, в исходном тексте мне нужно поменять еще и номер порта. запускаю заново. При этом нужно, естественно, в Airshark поменять номер портаж, если мы хотим за этим наблюдать. Так, пока запускается Chrome, есть ли у вас вопросы? Ладно, тогда ждем, пока запустится Chrome. Запустился. Так, ладно, запускаем. Ищем профиль Вавана, вот получили, да. Все честно, все работает. Это обычный браузер, обычный JavaScript, точнее код, который был транслирован в JavaScript, но все равно выполняется обычным JavaScript. в том. И все работает. При этом я не вносил никаких изменений в тот сервер на C++, который нам это все выдал. Так, ну и что у нас реально передавалось по сети? Вот у нас есть обычный HTTP-пост-запрос, который содержит URL, ну примерно такой же, как в HTTP-2, контент-type application.grpc.web с proto-файлом. Так, и в этом запросе у нас есть контент, который уже является бинарным, тот самый proto-буфер. То есть proto-буфер описывает только формат сообщений, а не запрос. И мы получаем ответ, который сформирован уже прокси-сервером, на основании тех данных, которые он получил от настоящего сервера. Он просто поделил все фреймы и запихал их в TCP, герангипритекст, в некоторые отдельные части, последовательные. Текстовый протокол ЧТП тоже позволяет. Так, ну и несколько кусков, которые потом склеиваются, и соединяются уже в одно большое proto-буфер сообщений. Так, ну и помимо протокола HTTP-2 сейчас уже 22-й год, разрабатывается, существует в формате драфта следующий стандарт, который возможно. Вот второй HTTP, он был все-таки не настолько популярным, даже сейчас, сколько лет прошло, по-моему, в 2016 или 2015 году появился. До сих пор это еще не мейнстрим, поскольку не обладал какими-то существенными преимуществами в ущерб при этом читабельности. Сейчас разрабатывается новый протокол HTTP на базе протокола гугловского Quick. Вот тут уже будут более существенные улучшения. Во-первых, будет использоваться UDP вместо TCP. Что такое протокол UDP, помните? Чем отличается от TCP? Да, вот UDP не дает никаких гарантий, поэтому как раз используется чуть более высокоуровневый механизм, который будет отдельно уже в пользовательском пространстве, а не в ядре, считать, какие пакеты у вас дошли и в каком порядке, и составлять UDP сообщения в правильном порядке и дальше их интерпретировать. Здесь, в принципе, дальнейшее развитие идеи с фреймами, что у нас данные передаются небольшими кусочками. В отличие от второго HTTP, здесь уже шифрование будет обязательным. И главная такая пользовательская фича в том, что можно будет делать бесшовные миграции из одной сети в другую. Это имеет смысл, если вы пользуетесь смартфонами, ноутбуками, переключаетесь между разными Wi-Fi сетями, либо с Wi-Fi на мобильную сеть, разрыва связи у вас происходить не будет. Потому что у вас нет такого постоянного TCP соединения, которое нужно переустанавливать. так, ну на этом все, как вы могли заметить по картинке. Есть ли у вас содержательные вопросы? Содержательных вопросов нет, появится пусть.